Здравствуйте, я Алик из Саратова с братом Рафиком. По-прежнему торгуем овощи и фрукты на рынке. И у нас по-прежнему стоит духота, но это ничего страшного. Овощи и фрукты за деньги. Знания вам самые лучшие в мире. Бесплатно даю. Берите сколько хотите, россиянчики. Жена Этери есть, цветочек мой. Мальвочка вопросы мне задает. Этери, что ты меня спросил последний раз? Алик, Алик, я не поняла. Наш Владимир Владимирович поехал проверять это что там, это стратегический запас яблочков, игрушков что ли? Все, 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 все. Тоже расшумелись, там расшумелись такие вот вещи говоришь, что объемные. Ну, почему стратегически? Просто проверял. Да, действительно, вот понимаете, это как ответ. Всем паникерам, всем нитикам, всем плаксам. Ой, какое суровое время, что происходит, как будет, что, где делать, как делать, куда бежать, это все прочее, да? Во-первых, никакой паники, чтобы не было. Все первые лица государства демонстрируют хладнокровие. Медведев Дмитрий Анатольевич помалкивает, это Володин наш земляк Пслава Викторович, это Шойгу, Белоусов, Лавров, то есть вот они демонстрируют как бы сами собой, сохраняйте выдержку, но они затихарились. Мы не знаем, где они толком. И вот один только Владимир Владимирович, он просто сам собой, своим поведением, показывает, как нужно жизнерадостно жить, несмотря на любви и суровые времена. И ни в коем случае не отчаиваться. Вот он был в Азербайджане, был два дня. Вот он встречался там с Алиевым, кушали они там, венки возлагали. А вот он поехал еще по России сейчас, в Кабардино-Балкарию. Человек переживает за нас. Переживает за фруктовый запас России. Потому что были заморозки, он поехал проверить садоводческое хозяйство. Как там яблочки? Яблочки немножко щупал. Вот с ними был, значит, там Коков, это глава Кабардино-Балкарии. Лут, милицельского хозяйства. Чайка вот эта там. Палпред был. И вот он там лазил, там с ними ходил, в садоводческий комбинат вот этот. И ему показали там еще. Уникальные аналогов, не имеющие конфетки, пастилита, мармеладки, яблочно-грущевые. Увеличивают, его потребность есть. Только у сахарного диабета, для них без сахара нет, ничего нет. Натуральное пюре. Все, яблочное. Да, яблочное. Здесь 200 граммов. Вот как раз висит в пакете. Все, так же. Чем бывает, что? Конечно, лучше. Конечно. Врачи говорят, надо детям кушать, от кариеса берут. Ну, видно, тут килограммов, килограммов, 700 граммов, 200 граммов. Тут два и килограммов. То есть, не покупать граммов. Вот, видали? Человек важным делом занят, чтобы вот вы кушать могли, чтобы у вас это было все. Причем наши, отечественные, вот. А не зарубежные. Вот так-то. В общем, россиянчик, кушай яблочки, жуй грушки. От вражьих голосов береги ушки. Все у нас в россиянии идет как надо. Возьми себе кулек полезного мармелада. Накорми детишек, угости жену. Паники зловредной, не гони волну. Витамины надо и тестостерон. Нам же, россиянчик, брать тот Вашингтон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова